Опять-таки, при Саакашвили полиция работала идеально. Идеально, я наблюдал это много раз. И уровень доверия людей к полиции был фантастическим. В ноябре прошлого года я снова был в Грузии, в очень хорошей компании. Мы сидели в ресторане, значит, присутствовали три министра здравоохранения Грузии, три. Очень высокие гости мои друзья из Киева. А начальник налоговой Грузии, мы сидели чуть-чуть на возвышении, в отдельном месте слева, справа, за нашими спинами гуляла сборная Грузии по вольной борьбе. Опасные люди. Да нет. И вдруг в один прекрасный момент началась жуткая массовая драка. Я такого не видел с 90-х годов. Жуткая массовая драка. Летались столы, тарелки, люди, борцы разъяренные такие, с весом хорошим. Началась конкретная такая... Стулья летали? Да, летали стулья, летали стулья, крики были, ну, темперамент рвался наружу. Мои грузинские друзья говорят, сейчас будет полиция, все будет нормально. Полиция приехала быстро. Не так быстро, они говорят, как при Саакашвили. При Саакашвили бы мгновенно, а так просто быстро. Скрутили всех. Развели, развезли по разным сторонам. Я увидел реагирование государства на эту проблему. А драка очень сильная была. Я такого не видел. Я говорю, с 90-х годов, когда в ресторанах возникали такие массовые драки. Вот я насмотрелся в 90-е годы. Конечно, кабаки эти такие, ну, шикарные по тем временам. Оркестры, ансамбли, в смысле. Вот, хиты того времени. Ударные инструменты, да? Гитара превращается в ударный инструмент. И под этот драк, музыкантам влетело все, что не попадя. Ну, беспредел был. Нет, в Грузии, видите, вот как-то вот быстро-быстро все произошло.